В Лихославле завершился фестиваль детского творчества среди дошкольных образовательных организаций. В этом году в нем приняли участие 12 детских садов Лихославльского района. Все, кому посчастливилось увидеть незабываемые выступления маленьких артистов, получили колоссальное удовольствие. Конечно, относится это в первую очередь к жюри, которые и не заметили, как время пролетело, наблюдая и оценивая творческие номера, подготовленные музыкальными работниками и воспитателями. Я забавший и смешной, улыбайте все со мной, будет каждый очередной, я веселый, доблый, клаун! Продюсерка лучища, пора туфель велика, ни педа, что не умела, я на них хожу пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько же у нас талантливых детей, в которые уже раз восклицают организаторы и представители судейской коллегии, среди которых специалисты районного отдела образования и профессиональные музыканты. И отмечают, что с каждым годом уровень конкурса, мастерство и детей, и их наставников растет. Костюмы, которые готовятся специально для фестиваля, профессиональные и оточенные художественные номера, раскрепощенность детей на сцене – все это невозможно не заметить и не оценить. И в каждом детском саду своя изюминка, свои звездочки. На протяжении последних пяти лет стало уже традицией в нашем районе проводить конкурс творчества мастерства дошкольников, воспитанников наших дошкольных образовательных организаций. В этом году название нашего конкурса было «Солнышко в ладошках». Ласковое, теплое, потому что этот конкурс проводится в весенний период, когда просыпается природа и оживает все ото сна. Мы радуемся тому, что с каждым годом творчество наших детей растет, и тем самым и растет творчество наших работников дошкольных образовательных организаций. Особенно хочется сегодня отметить выступления творческих коллективов детских садов «Улыбки», «Солнышко», «Малышка», «Юбилейного», «Ладушек». Но тем не менее, воспитанники дошкольных организаций, положенных в сельской местности, ничуть не уступают своими талантами. Несмотря на то, что в дошкольных учреждениях, расположенных в сельской местности, не всегда есть музыкальные руководители, и все ложится на плечи воспитателей и руководителей этих учреждений. Поэтому мы им очень благодарны за то, что они воспитывают наших детей, дарят им свое тепло, ласку, заботу, обнимание, и развивают их творческие способности, и помогают им идти в жизни. Мнение присутствующих единогласно. Пора проводить галоконцерт по итогам конкурса, чтобы все могли увидеть и насладиться творчеством юных талантов.